Приветствую вас! Давайте для начала определим, что такое настоящие друзья. Так вот, что для вас настоящий друг? Потому что дружбу каждый понимает по условиям. Для кого-то друг – это человек, который, например, всегда с ним, всегда рядом, всегда помогает, всегда поддерживает и так далее. То есть, по сути, друг – это такой, знаете, спутник жизни. Именно, знаете, в узком смысле слова – спутник жизни. Для кого-то друг – это что-то другое. Для кого-то друг – это человек, который, допустим, вовремя, ну, в смысле, по необходимости, например, да, то есть непосредственно в результате в последности оказывается рядом и, соответственно, помогает. Но, вне зависимости от того, что вы сами для себя, понимаете, подружбой, это нужно, ну, как-то, знаете, стараться коррелировать. Коррелировать. Коррелировать с тем, что думают об этом, ну, например, другие люди. То есть, вот, вы, допустим, считаете дружбы одно, и это ваше право, но есть еще другие люди, которые другие считают другую. И с ними нужно считаться. То есть, нельзя, к сожалению, а может быть и к счастью, нельзя просто взять и свое мнение относительно вот того, что вы считаете дружбой, нависать другому человеку. Даже если вы как-то, допустим, поговорите об этом, даже если вы приведете в некую такую гармонию то, как вы считаете дружбой, то, что вы считаете дружбой, да, в некую гармонию вы приведете. Все равно это будет весьма-весьма, ну, посредственно, весьма-весьма условно, потому что для каждого человека, еще раз повторим, дружба своя. И это нужно понимать. И вот, чем лучше вы это для себя возьмете, тем лучше будет для вас. Далее. Дружба – это что-то общее. То есть, объективно, дружба – это то, что развивается на фоне каких-то ваших общих интересов, взглядов и так далее. И нужно определить, какие у вас интересы, какие у вас увлечения, что вам нравится, что вас увлекает, чем вы хотели бы заниматься и так далее. С чем вы можете характеризовать себя как субъекта деятельности? Именно на ее основе и при ее осуществлении возникает эта самая связь с другими людьми. Взаимопомощь, выручка там и так далее. Есть и более тонкие моменты отрешивания дружбы. Например, отношение к тому, что человек вам помог. Или отношение к тому, что вы помогли. Или отношение к тому, что вы сделали для человека. Или отношение к тому, что для вас сделал человек. Но это уже, как бы, такая, знаете, более конкретная сфера, и о ней говорить, мне кажется, сейчас нет смысла. Также хочется сказать, что если у вас нет, как вы говорите, настоящих друзей, то есть у вас имеются некоторые проблемы, например, с налаживанием контактов, то, соответственно, что-то вам не дает этого делать, может быть, какие-то блоки, комплексы, сомнения в себе, препятствия и прочее, и тогда со всем этим нужно поработать. То есть до тех пор, пока фактически блоки не будут устранены, все, что я сказал до этого, можно будет использовать, ну, проценты, ну, на процентов 30, наверное, на 40. А чтобы использовать на 100%, можно, естественно, быть свободным, можно, естественно, быть независимым вам. Но, и вот именно на это, по сути, и направлено то, что я вам говорю по поводу блоку. То есть нужно не только понимать, как правильно строить грузьбу, это одна сфера, но нужно и понимать, что мешает эту грузьбу построить, какие препятствия стоят на пути. Потому что при унифицировании, я специально сказал унифицированием, не сказал нормальным, при унифицировании развития событий, друзья у вас появляются как бы сами собой, на основании той деятельности, которую вы осуществляете. Если этого не случилось, значит, произошел некий сбой. И это могут быть отношения с родителями, это может быть что угодно. И с этим нужно еще раз, повторюсь, разбираться. Так что, думаю, такие направления работы вам можно дать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Если заходите по работе, выбирайте эксперта и записывайтесь к нему на личную консультацию. А если вопросы остались именно ко мне, пишите в личку, отвечу. Желаю вам всего самого доброго и удачи!